ДИПЫ ИГРОКОВ Здравствуйте. Ну что, напомним, что мы прошли вчера. Да, я хотел спросить, нормально ли спалось, не снились ли тузы, короли? Цифры. Цифры снились? Тузы. 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 А короли с королем на столе? Нет. Не было такого сна? Нет, они вчера закончили свою историю, мне кажется. Я понял. Вот. Ну что ж, сегодня у нас такая тема типы игроков. Мы частично ее затронули вчера, когда смотрели, какую позицию лучше выбрать за деньгами. Но мы интуитивно предполагали какой-то типу этого игрока, у которого самый большой стэк, самое большое число фишек. А сегодня разберем это по полочкам разложим. То есть мы помним, что там хорошие руки, два туза, два короля, туз король, туз дама. А какие-нибудь более слабые руки, ну одни игроки выбрасывают в пас, а другие любят заходить на всем, что пришло. В зависимости от отбора вот этих стартовых рук, мы будем делить игроков на тайтовых и лузовых. Тайт и луз, английские слова, означают некоторую сжатость, как бы тайт. И лузовость более такая, открытость, активность. То есть чем меньше рук игрок выбирает для того, чтобы войти в игру, тем более он тайтовый. То есть супер тайт, или там мы будем называть такой игрока скала. То есть он играет только хорошие руки, то есть верхний диапазон, там может быть 5% рук. Старшие пары, два туза, два короля, две дамы, два валета. И какой-нибудь там туз король, туз дама. Все, туз валет он уже выбрасывает. И должен сказать, что у такого игрока трудно выиграть, потому что всегда, когда он будет в игре, у него будут сильные руки. И хороший игрок может обыграть его только таким образом, что он будет входить в игру в банк всегда заведомо с отставанием, то есть с более слабой рукой. Но в зависимости от того, что придет на стол, он сможет этого тайт, этого игрока, ну не знаю, обыграть и заставить его поставить в свои фишки, в какой-то большой банк. Имея более сильную руку, уже когда ему поможет этот флоп. И точно так же, в зависимости от того, насколько человек входит в игру колом или рейзом, мы будем различать игроков агрессивных и пассивных. То есть агрессор это тот, кто все время увеличивает банк, всегда заходит с рейзом, всегда ставит большую ставку, нападает, атакует. Вот. Это вот такой агрессор. То есть, а пассивный игрок, он, наоборот, он будет всегда чего-то опасаться, он будет заходить колом, у него могут быть свои там какие-то соображения, может быть он даже с двумя тузами он зайдет колом, он захочет, ну не знаю, подсидеть, подкараулить, выждать. Вот. У этого, у этих типов игры есть свои плюсы и минусы. То есть очень часто колера мы как бы не сможем определить, что у него за карта. Вот. И, а наоборот, агрессивного, лузового такого активного, слишком активного игрока мы сможем наказать за такой частый вход в игру, переставив его и забрав у него ставку еще до того, как открылся флоп. Либо, может быть, войдем с более сильной рукой и как бы заставим его думать, что у него слабая рука. И вот эти четыре параметра, tight, loose, passive, active или агрессив, вот мы будем, соответственно, у нас получается четыре возможных типа игрока. То есть, ну, как бы на перемножение вот этих четырех. То есть, tight, он может быть в свою очередь агрессивным и пассивным, а лузовый может тоже быть в свою очередь агрессивным и пассивным. Вот. То есть, самый правильный, ну и как бы лучший стиль игры – это tight, агрессив, tight его, агрессивный. То есть, мы выбираем всегда хорошую карту, и если мы заходим в банк, то мы всегда заходим с рейзом и продолжаем вести себя агрессивно, как правило, и дальше. Ну, самый типичный пример, например, у нас там, ну, не знаю, давайте вот просто разложим несколько каких-то сдачек. Ну, скажем, вот, пускай у нас tight, агрессив, будет Катя, например, tight, пассив, будет Вика, у нее будет еще лучше как-то. А я? Вы будете такой tight, пассив, например. Пассив. А скажем так, а это будет луз-агрессив, наоборот. Ну, и давайте я вам раздам стыки ваших фишек. Мне много, пожалуйста. Да, пожалуйста. Самая большая стопка. И передайте, пожалуйста, вашей соседке. Нет, не могу. Мне, по-моему, раз уж проблема. Слесик мне не положен, да, большой? Почему? Почему? Вот, я оставлю себе. Вот, скажем, вы не видите карты остальных игроков. Что мы делаем? Допустим, вот поставили блайнды. 25-50, если можно, за черту ваши фишечки. Раз уж такая ситуация возникла, поясню, для чего это черта. То есть вы держите свои фишки всегда за чертой, а деньги, которые пересекли черту, они считаются уже в банке. И тут есть ряд правил, мы их будем подробно разбирать на уроке процедурных кодекс покера. То есть, ну, например, запрещено так называемая ставка частями, string bet. То есть я не могу ставить вот так вот. Давайте я поставлю, например, вот так. Так нельзя. Признают вам только первую ставку. А блайнд должен быть обязательно 25? Можно 100 поставить? Нет, нет. Строго фиксирована величина блайндов. Это мы заранее договариваемся. Либо это предполагает регламент турнира, что блайнды 25-50. Либо это какая-нибудь клубная игра, где мы сели играть, например, 5-10. И тогда 5-10 нельзя поставить, 5-100. То есть следующий игрок может делать все, что угодно. А тут начальные ставки строго фиксированы. Это мы идем обратно к математике, как вчера, да. Нет, все, математики больше не будет. Спасибо. Вас это пугает. Нет, я потихонечку, я буду вам иногда напоминать. Но с вашего разрешения, конечно. Значит, мы ставим 50. То есть 2 по 25. Да. И повторяю, что мы, когда делаем ставку, мы пересекаем вот эту черту единым траншем. Например, если игрок хочет поставить 250, он собирает их за чертой и потом двигает. Либо собирает в руку и, не знаю, делает такой красивый жест. Правда, красивый. Нет, это есть красивый. Могу попробовать. Да. Еще попрощаться. У вас пока 25. А, я думаю, 50. И что мы делаем следующее? Вот как бы вы в этой позиции играли бы? Вот как, Дмитрий Саниславович, вы считаете правильным мне в этой позиции сыграть? Вы тайт пассив у нас. Да, я тайт пассив. То есть вы выбираете неплохую карту, но заходите без рейзов. То есть вы в этой позиции даете колку. Ну, то есть уравниваете ставку. Как это красиво сделать? Ну, например, так вот. Слушай, это не так. Это не красиво. Проблемы для дилера нужно собирать, ползать по всему столу. Лопаточкой. Как будто бы этого ничего не было. Ставьте 50. Что делают у нас 8-9? Эти трефовые, они лузовые агрессив. То есть они пытаются все время атаковать, что бы ни пришло. Ну, более-менее играбельные руки. Вот сейчас как раз более-менее играбельная рука. Одномастная связка. 8-9 треф. Поднимаем ставку. Вы ставите, например, 200 или 250. Нам в этой ситуации интересно, как ведут себя два туза. 500, наверное. Я сейчас что делаю тут с королью? Сначала. О, увеличение. Ну, минимум в два раза 250, значит 500. Всякое увеличение, минимум в два раза. Поэтому еще фишечку уберите, а эту убираете. Вот. Ну, и вот тут... А что делаете вы, Виктория? Тысячу. Правильно. Абсолютно правильно. То есть вы уже поняли, что жертва, скорее всего, здесь. И, следовательно, вы изолируете оппонента. Почему я жертва? Я агрессор. А вы же видели два туза. О, я хотела блефануть, испугать ее. Два туза трудно испугать, потому что нет карты лучше, чем два туза. Может, она испугается? Значит, видя такую активную торговлю, я думаю, все остальные должны спасать. Да? Да. То есть у 8-9 имеют какие-то шансы против тех сильных рук, а у король Валет точно нет. Ну и 8-9, конечно, лучше выбросить. Выбрасывают тоже зачем? Ну, оставьте возле себя пока, посмотрим, что бы получилось. Вот я ничего специально не готовил, может быть, даже лишний раз достану, чтобы посмотреть, что получится. Мы сжигаем одну карту и раскладываем в лоб. То есть самая лучшая карта была бы, конечно, дама 5. Ну, там идет какая-то торговля, никому ничего не пришло. Сейчас кто может сказать, какая комбинация у кого на руках? Ну, туз король имеет какую-то комбинацию? Два туза имеет комбинацию фулл хаус, да? Три пятерки, два туза. Вот если бы открылась еще одна пятерка, то с король могли бы сыграть ничью. Было бы в коры пятерок с тузом. Если бы пришел король, он бы не помог Кате. Нет, что там... Потому что у вас был бы фулл хаус, три пятерки, два короля, он бы проиграл три пятерки, два туза. И точно так же, если бы пришел туз, например, даже, у вас был бы тоже фулл хаус, три пятерки. Два туза. Но у Вики был бы фулл хаус, три туза и две пятерки. Главное, я знаю, что. То есть, такие ситуации, когда вы... Ну, когда над вами доминируют, это как бы очень опасная ситуация. Вы всегда будете сзади. У вас там, ну, будет каких-то там пять процентов на выигрыш этого банка. То есть, даже поймав свою карту, вы все равно проигрываете. Говоря о типах игроков, давайте пару слов, скажем, о позиции в игре. То есть, все позиции относительно баттона. У нас бывают ранние позиции, тот, кто ходит первым в следующих кругах. Есть какая-то средняя позиция, и есть поздняя позиция, те люди, которые делают ходы последними. Понятно, что поздняя позиция намного выгоднее, потому что я вижу, что делает мой оппонент. Вот. Ну, любая. Вот открылся какой-нибудь там неизвестный стол. Если у человека есть король, он сделает ход, потому что у него два короля, старшая пара. И в то же самое время ему не очень хочется ждать, потому что если откроется туз, например, он уже может проигрывать тузу. Если откроется девятка, он может проигрывать даме с валетом, которая образует стрит. Вот смотрите, сколько опасностей таятся. Я их специалистам отдам валет у кого-то. Он ждет туза или девятку, потому что они дадут ему немедленно стрит. Вот смотрите, такая штука. Если приходит либо туз, либо девятка, то получается сразу вот такая вот конструкция. Я бы хотела, чтобы они вот прямо так приходили. Да, они так часто и приходят, на самом деле. Но поэтому логика игры такова, что если у вас есть король или десятка, вы сразу же начинаете атаковать, ходить. Для того, чтобы тот, кто ждет какого-нибудь стрита, чтобы он платил за это свою покупку. Иначе у него очень выгодная сделка, он покупает без деньги. Это король и десятка, да? Да, то есть король и десятка должны в этой позиции атаковать, нападать. А есть другая какая-то комбинация, которая или просто король и десятка? Ну почему? Может быть у кого-то комбинация две двойки? Вот у него в руке есть две двойки. Вот у человека две двойки, например. Ну что ему, бедняги, делать? Вот такой открылся король, 10-5. Король, 10-5. Что ему делать? Он не знает, может быть есть у кого-то король, может быть есть у кого-то десятка. И даже пятерки он проигрывает, и даже двум четверкам он проигрывает. Поэтому он говорит, на всякий случай чек, и ждет, надеется, что если у кого-то да нету ничего, он тоже скажет чек. И тогда две двойки подумают, о, значит, у меня самая лучшая рука. Либо придет на стол еще одна двоечка, и тогда он будет знать, что у него наверняка очень сильная рука, три двойки. Но тем-то и хороша моя позиция на Баттоне, тем, что как только вы сказали все чек, я могу применить такой прием, как стилинг, то есть попытка воровства. Как как? Стилинг. Стилинг. Это английское слово. Стилинг. Ту стил. Трай до стил. Хочу попробовать украсть. То есть там, например, две двойки, а у меня пока еще ничего там, ну не знаю, туз-8. Я сделаю ставку большую, и две двойки не знают, что, ну, королю проиграют, десятки проиграют. Они же не знают мою карту. А я в позиции знаю, что раз вы сказали чек, наверное, у вас ничего нет. Вот почему хорошо сидеть за деньгами, потому что там начинается. Да, и не только за деньгами, почему хорошо сидеть в каждой сдаче на последней позиции. Я гения. Да. Окей. Вот. Я села за деньгами. Но есть еще различают абсолютную и относительную позицию в этом покере. То есть абсолютная позиция – это вот отношение нашей позиции к баттву. Окей. То есть сижу на баттву, и это абсолютно самая лучшая позиция. А относительная позиция – это когда относительно рейзера, как я сижу. Вот, скажем, появился человек за столом, ну, такой маньяк, всегда хочет бросать деньги в банк. Ну, такое бывает. Вот он всегда хочет играть. И он всегда хочет играть с рейзом. И, как правило, весь стол коллирует, потому что все не видят никакой опасности. То, что он сделал рейз, абсолютно ничего не значит. Не обязательно у него два туза. У него может быть семь-два. Вот. Но в этом случае сидеть после него мне не очень хорошо. А потому что, например, Лера хочет его подкараулить и говорит колл с двумя тузами. Вот. И сидя после него, например, на вашем месте, я играю колл, знаю, что он семь-два любую карту рейзует. Тут Лера ставит большую ставку, там, пятьсот или тысячу. И этот человек коллирует, но мы-то точно знаем, что наша карта уже хуже, чем у Леры. Ну, чем у нее ее два туза. Поэтому в этой ситуации мне лучше сидеть справа от такого рейзера. Я сначала хочу посмотреть, что делает весь стол. Вот. И если у Леры два туза, она поднимет, я думаю, хорошо, я мне тут ни одной копейки не поставил в этот банк, я выкину. А если Лера там просто коп, вот, я понимаю, что у Леры нету двух тузов. И тогда я тоже, может быть, я вот сам повышу, покажу Лере, что у меня два туза. Лера выкинет, а этот человек пойдет, который просто хочет все время играть на любой карте. А как она выкинет, если у нее два туза? Нет, если два туза, она зайдет сразу, поставит. И я это увижу, как только кто-то вошел, у меня слабая карта. Я всегда рассуждаю, каким образом. Вот мы с вами прошли вот эти все стартовые руки. Есть средние пары, есть какие-нибудь, там, не знаю, крупные карты одномастные, король-дама, там, какие-нибудь. У кого-то есть, там, не знаю, два короля. Я всегда могу, ну, допустим, у меня какие-нибудь, там, туз-7. Ну, моя рука слабее, чем два короля. Мне обязательно нужен туз. Я примерно по тем табличкам, которые у нас есть, я знаю, что у меня только 30% выиграть у этой руки. Если придет туз на столе, а их всего три в колоде. Вот, поэтому, если там сделали большую ставку, я предполагаю, что, ну, что там может быть? Там может быть два короля, там может быть две дамы, два туза, а моя рука хуже. Но если там даже нет вот пары, например, там есть тоже хорошие руки. Туз-король, туз-дама, туз-валет. И если вдруг у нее здесь не два короля, а туз-король, пары нет, то мне тоже еще хуже. То есть, если придет туз, я проиграю по второй карте. То есть, я тогда должен идти только лишь за своей мастью, за флешем. Но придет или не придет этот флеш, там, не 50%. Флеш придет, там, примерно в 2,5% случаев. То есть, я буду каждую сороковую сдачу только получать, там, какие-то возможности флеша своего. Вот. Поэтому, если вдруг я вижу активную торговлю, я лучше скажу пас. А если там какие-то случайные руки, вот, не такие, то есть, какие-нибудь вот такие, 6, 4, 7, 10, там, 3, 4, то моя карта начинает выглядеть очень хорошей. Правильно? То есть, моя рука, она не сама по себе, а она относительно рук других игроков. Вот. Поэтому, если я вдруг вижу, что все как-то там, никто ничего не сказал, там, например, вы 2 блайнда, а там паспорт. И я сижу последний. Ну, скорее всего, у меня просто лучшая рука. Потому что ваши карты неизвестны, вы их еще не смотрели. И я просто играю в рейс. И этим рейсом я сразу решаю 2 задачи. Одну задачу, вы можете сразу выкинуть свою плохую карту, я заберу в вашу блайнда. А вторая задача, это информационная. То есть, если вы ответили на мой рейс, то я уже предполагаю, у вас, ну, какую-то рабочую руку. А если вы увеличили еще мою ставку, ререйс, то тогда я предполагаю, у вас какую-то очень хорошую, как 2 туза, 2 короля, 2 дамы, туз король. То есть, я своей ставкой покупаю информацию. То есть, у меня есть... Во-первых, я могу сразу же напугать, забрать, если у вас плохая карта. А могу вот за эти деньги купить информацию. Причем, я их еще не отдал, я могу их еще вернуть. То есть, я могу выиграть. Вот если мы конкретно вот эти руки, например, разыграем, какие-то вот такие вот. И я там поставил свой рейс, и, допустим, они остались. То после этого, пока что у вас ни у кого ничего нет, увидев пару на столе, я сразу понимаю, что у вас, скорее всего, дамы нет, их всего две осталось. И я опять, вы чек-чек-чек, я опять ставлю большую ставку. Вы думаете, может быть, у него туз дама, там, дама король. То есть, ну, против дамы у вас уже нет никаких шансов бороться. Даже если у меня своя какая-нибудь парочка, там, две четверки, две пятерки, я все равно старше. Потому что у меня уже две пары, две дамы, две пятерки. А если даже у меня просто туз, то я и тузом выигрываю. И, то есть, если я не выиграл у вас сразу, если вы пошли, то, может быть, я выиграю на следующую улицу. Причем тоже независимо от того, пришла моя карта или нет. У меня позиция. Я знаю, что у вас. Вы бы свою силу, ну, как-то проявили. Ну, то есть, если вам пришла ваша дама, вы же будете ходить? Или хотя бы восьмерка. Например, вот у кого-то была бы восьмерка, например. Он точно так же рассуждает, вот так вот, не 10-7, а 10-8. Он точно так же рассуждает, дамы у него, может быть, и нету, а у меня две пары, две восьмерки. И поэтому я сам дам. И он даст, например, делает ставку. Ну, тогда я выброшу. Я объясняю, почему хорошо сидеть вот в этой позиции. Потому что если поменять местами и сделать, что я с этой картой сижу, например, здесь, то я не знаю, что мне делать с первой руки. Ну, вдруг у кого-то дама, вдруг у кого-то даже восьмерочка есть. Я поставлю деньги, и они проиграют. Да? Ну, да. А если вот восемь и дама, то это как бы, как... Восемь и дама, это у этого человека две пары. Да, и здесь бы тоже было две пары, да, если бы еще дама была с восьмеркой? Нет, если бы дама была, это было бы фулл-хаус. А, фулл-хаус. Три дамы было бы и две восьмерочки. И поэтому, вот, казалось бы, все, одна и та же раздача, одни и те же карты. Мы просто поменяли позицию местами, и получилось, что в этой позиции эта рука выиграла, а в этой позиции она проиграла. То есть, как только он тут скажет чек, покажет, что у него ничего нет, любой, может, восьмерка даст, а вот эти шесть-четыре, которые стоят на последней позиции, они могут еще переставить, ну, блефом переставить. Но восьмерка тоже не такая сильная карта, она тоже выбросит. Она испугается, вдруг дама, вдруг два туза. Этот же атаковал, да, флоп, он ставил большую ставку. Окей, а если одеть покер-фейс и блефануть? Это всегда неплохо. Это всегда неплохо. Вот я буду королева блефа. Это был мой вопрос. Я бы хотел спросить, а если безудержно блефовать, то с какой позиции ты можешь делать? Я предлагаю обсудить эту прекрасную тему за кофе, как вы смотрите. Спасибо.